Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить всех присутствующих в этом зале, всех, кто неравнодушен к проблеме, к нашей проблеме нашего города, строительства мостового перехода в Кременчужину. И, конечно, я хочу поблагодарить всех Кременчужан, которые поставили свои подписи, а их было больше 24 тысяч человек. Поставили свои подписи под обращение к премьер-министру Господу, обращение к голове транспортного комитета Дубневичу, обращение к тому, чтобы перестали манипулировать мнением Кременчужан, что все-таки мост должен строиться в нашем городе, а не где-то за его пределы. Спасибо вам большое. Я постараюсь коротко, потому что я понимаю, вечер уже, все немножко устали, я постараюсь коротко рассказать хронологию событий за последнее время. Многие уже высказались, как начиналась эта эпопея. Я скажу одно. Я, честно говоря, тоже вначале не поверил в том, что этот проект вообще имеет какую-то перспективу. Но после того, как появилось на сайте Угр-Автодора, о том, что было подписан меморандум с китайской строительной компанией о строительстве моста в Горишник-Плавле, я понял, что куда-то наши чиновники заводят инвесторов не туда. И нужно срочно что-то делать, чтобы объяснить, что мы прежде всего будем обманывать инвесторов в перспективе строительства этого проекта. Первая моя встреча была с Новаком. Это сегодняшний исполняющий обязанности главы Угр-Автодора. Пан Новак, поляк, имеет огромный опыт, руководил службой автомобильных дорог в Польше. В общем-то, для нашей страны, я считаю, достаточно сильный менеджер. У меня состоялась с ним часовая встреча, где тяжелая встреча, где все-таки мне удалось убедить его, что прежде всего, он, кстати, не знал, вот правильно сказали, он понятия не имел о том, что есть ТЭО, есть разработанная ТЭО на абсолютно реальный мост в городе Кременчуге. Он об этом ничего не знал. Мне удалось его убедить, что строительство под горишными плавами не имеет никакой перспективы. И мы просто-напросто будем обманывать инвесторов. Все, о чем мы с ним договорились на этой встрече, о том, что он получит существующую ТЭО, Кременчуцкая, и передаст китайской компании, которая рассмотрит его, возможно, доработает. И дальше мы будем рассматривать перспективу строительства моста уже в Кременчуге. Следующий этап был эта встреча с премьер-министром Горсманом. Я объясню, чтобы немножко было понятно, каким образом сегодня может появиться мост. И что такое инвестор. Инвестор – это прежде всего та компания, которая заходит с деньгами. Но любой инвестор в многомиллионный проект должен получить гарантии Кабмина. И здесь вот одна деталь, на которую я обращу внимание всем. Без гарантии Кабмината министра ни один инвестор, включая вот этого китайского, китайскую строительную компанию, не будут вкладывать деньги в Украину, не будут вкладывать деньги в новый проект. После объяснения вообще состояния, я задал ему простой вопрос. Вы что-то слышали, Горсман? Вы что-то слышали о проекте в Кременче? Он говорит, ну честно сказать, я слышал о том, что Украфтодор подписал с китайской компанией меморандум, но если честно, я об этом очень мало что-либо знаю. Я ему сказал несколько простых вещей. Вы знаете, опоры Кременчуцкого моста 1871 года. Он взялся за голову и сказал, мне дальше ничего не нужно рассказывать. Я прекрасно понимаю, что такой мост, я ему рассказывал и про наш город, 4% ВВП, 70% бюджета всей области и так далее. Я не буду повторяться, вы Кременчужане, вы прекрасно знаете потенциал, промышленный потенциал нашего города. В итоге он сказал, вы знаете, я в сомнительные проекты, типа строительство под горячими плавнями, я гарантии Кабмина давать не буду. Вы, пожалуйста, работайте, вы берите проекты, убеждайте инвестора, убеждайте, что ваш проект состоятельный, и тогда мы сядем с вами снова за стол переработать. То есть Гройсман подтвердил, что никаких гарантий Кабмина под строительство моста Гришних плавнях давать не собирается. Это самый ключевый момент. И третье, я считаю, самое важное, в общем-то это уже встреча, мы были, не встреча, а заседание комитета, мы подготовились. Я, кстати, очень благодарен нашему мельскому голове, Италию Малецкому он выступал на комитете, очень доходчиво, внятно, ясно рассказал всем членам комитета, депутатам Горьковной Рады, а их было больше 20 человек. На этом заседании присутствовал полного голова Кукрафтодора, на этом заседании присутствовал министр инфраструктуры Амельян, он доходчиво объяснил, где и почему должен быть мост в Кременчуге. Подводя итоги наших слушаний, я могу сказать одно. Да, это наша с вами небольшая победа, но мы сумели с вами доказать чиновникам, причем чиновникам разного уровня, что мост действительно должен строиться в Кременчуге. Но давайте будем честны и открыты. Мы понимаем, что от этого завтра у нас в городе мост не появится. Сегодня многие инвесторы действительно заинтересованы в Украине. Многие готовы приходить и инвестировать миллионы и миллиарды денег, то есть это те деньги, которые должны прийти из-за границы, а не из бюджета. Но эти инвесторы хотят грать. Эти инвесторы хотят вкладывать деньги в понятные для них проекты, а не в какие-то сомнительные и бесперспективные, о которых сегодня шла речь. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал участие в этих обговорах, кто поставил свои подпись и под обращение к премьер-министру. Я могу сегодня сказать одно. Мы сегодня сделали с вами большое дело. Мы отстояли нашу мечту. Мы отстояли наш Кременчуцкий мост. И я уверен, что завтра мы будем продолжать работать и с вами вместе мы сюда найдем инвестора. Пусть это будут китайцы, итальянцы, все равно. Мы получим гарантии Кабмина и мы построим новый мост. Спасибо.